В школе я пела в хоре и, честно признаюсь, очень любила после уроков попеть, потому что это разгружало голову после загруженного дня. Уже позднее поняла, как много дают человеку занятия вокалом. Давайте сейчас попробуем найти 7 плюсов от уроков пения для ребенка. Для этого мы пришли в вокальную студию Камертон. Здесь занимаются дети от 6 до 19 лет. То, что пение развивает слух и чувство ритма, это очевидно. А какие еще преимущества дают такие занятия? Творческое мышление. Голос – это мощнейший инструмент развития личности. Почему детей в раннем возрасте стараются отвести на вокал? Не для того, чтобы они выросли великими певцами, а для того, чтобы они стали успешными в других областях. Музыка сильно влияет на мозговую активность и учит человека мыслить неординарно. Даже Билл Гейтс при приеме на работу отдавал предпочтение людям с музыкальным образованием. Наталья Сергеева. Педагог дополнительного образования. В ансамбле они показывают свои лидерские качества. Это несомненно. Среди них выделяются лидеры, но другие тоже хотят за ними, как бы тоже на таком же уровне. Это, как бы говорится, путь к совершенству. Они себя познают в искусстве, самоутверждаются. И самооценка их растет. Уверенность в себе. Говорить на большую аудиторию страшно и сложно. Петь еще сложнее. Научите ребенка петь, и он станет менее стеснительным. А выступление для большого количества людей станет для него обычным делом. Укрепление здоровья. Занятие вокалом – это по нагрузкам почти разновидность спорта. Во время пения очень активно работает диафрагма, межреберные мышцы и мышцы живота. Так что качать пресс не придется. Час занятий стоит организму примерно 120 калорий. Хорошая дикция. Занятие вокалом – это отличная тренировка дикции ребенка. Во многих странах пение считается терапией, при помощи которой лечат заикание у детей. Мир прекрасный, мир чудесный, и вокруг все интересно. Здесь на маленькой планете повстречались ты и я. Польза для легких. Правильное пение требует быстрого вдоха и медленного постепенного выдоха. При этом увеличивается концентрация углекислого газа в крови. Это способствует активизации иммунной системы. Человек становится более устойчивым к сезонным простудным заболеваниям. Сейчас врачи заинтересовались использованием пения для лечения хронического бронхита, пневмонии и бронхиальной астмы. Работа в коллективе. Сделаем как в настоящем хоре. Все разобьются на голоса, и тогда всем ребятам работа найдется. Правильно. Правильно. Ну, пожалуйста. Пенни не только помогает при стрессе, но и делает детей более дружелюбными, что позволяет им легче налаживать контакты с другими детьми. Этот пункт не относится непосредственно к физическому здоровью, но укрепляет здоровье психическое, что тоже немаловажно. Песня-то получилась. Николай Хоменко поет с пяти лет. Пришел в вокал я вообще чисто случайно. У меня сестры ходили на вокал, и маме меня одевать некуда, а детей у нее много. И она водила меня с собой. То есть когда мы забирали их, и я остановился перед педагогом и говорил то, что хочу петь. Ну, потом она меня прослушала, и я стала ходить на занятия. Я много произведений пел. Вообще мне больше нравится лирика, хотя я слушаю более такие рок-направления. Ну, вот сейчас моя любимая песня про маму «Домик над рекой». Больше счастья. И последнее, но немаловажное. Ученые доказали, что во время пения в головном мозге вырабатываются гормоны счастья – эндорфины. Благодаря им улучшается настроение, появляется радость, повышается жизненный тонус, проходит усталость и стресс. Говорит мне мама у подмога, слушай голос сердца и поверь, если ты отправишься в дорогу, для тебя всегда открыт ответ. Самое популярное в Тамбове сообщество для мам «Инстамам» отмечает свой четвертый день рождения. По этому поводу «Инстамамы» устроили большой праздник, который наша программа, конечно, не могла пропустить. Сегодня у нас большой праздник, наверное, таким количеством мы собираемся впервые. Сегодня у нас будет 60 деток и мам побольше, чуть деток. Мы всем очень рады, у нас будет праздник для деток, будет сладкий стол, фотозона, бумажная дискотека, которую очень любят все дети и мамы тоже. Будет мастер-класс для мам и будут также зажигательные танцы. Аня, расскажи, пожалуйста, как возникла вообще идея организовать такое сообщество «Мам в Тамбове»? С рождением ребенка открывается новый мир и хотелось бы, чтобы он был ярче. Обычно мамочки думают, что в декрете грустно, скучно, нечем заняться. Вот мы и создали такую площадку, где мамочки могут общаться, знакомиться, вместе гулять, получать рекомендации, советы. Чем занимаетесь конкретно? Вот сообщество чем привлекает мам? Как ты считаешь? У нас очень часто проходят марафоны для мам с различными фотозаданиями. В конце марафона мы вручаем подарки, проводим розыгрыши, конкурсы, встречи. Думаю, всем мамам интересно поучаствовать в таких мероприятиях. С чем вам привлекает сообщество, привлекает такая площадка? У нас очень много тем для обсуждения. Обычно мамы встречаются, всегда обсуждают своих деток. Все, начиная от насморка, заканчивая первыми шагами, достижениями и всем остальным. У нас есть много интересных рубрик, не только касающихся деток, но и мам, потому что мамы всегда хотят быть красивыми, несмотря на то, что у нее один, два, пять или семер детей. И на фоне этого, мне кажется, именно это нас исполчает. Какие темы вообще интересны тамбовским мамам? Мы стараемся захватить всю нашу аудиторию, потому что у нас есть мамочки и совсем новорожденных деток, и деток постарше. Поэтому рубрики у нас тоже разные. Мы делаем и книжные обзоры, которые мамы очень любят. Есть рубрика «Стильная мама», где нашим мамам советуют, в чем лучше гулять, в чем пойти на праздник. И другие образы подбирают им. И очень любят наши мамы рубрику «Вопрос-ответ». Каждая мама может задать вопрос, и мамы с опытом с удовольствием ответят, подскажут. Как считаешь, чем мам привлекает этот блог? 6 тысяч подписчиков – это много для тамбов. Да, ну да, достаточно много. Обмен опытом, опять же. Какие-то по районам мы, допустим, гуляем, да, то есть объединяемся в группы, дружим. С кем-то дружим уже, общаемся довольно давно. Это новое знакомство, приятное знакомство. И очень рады, что в нашем городе. Инстаман Тамбов для меня – это мой счастливый декрет, активный будни. Когда многие боятся уходить в декрет, думают, что это скучно, что это однообразно. Благодаря Инстаман Тамбов наши мамские будни были праздничные. Я желаю этому паблику процветания, чтобы как можно больше активных мамочек, веселых малышей, чтобы все было отлично. Ну и организаторам девчонкам побольше сил, терпения, новых идей, креатива. И всего самого доброго. Я желаю, чтобы собирались мы почаще. Я желаю девочкам, администраторам, конечно же, удачи, терпения, счастья и всего самого хорошего. А куда я попала? Наш детский экспертный отдел снова в сборе. И сегодня я предлагаю ребятам оценить настольную игру «Лесной трактир». В роли экспертов у нас Лиля 8 лет, Олег 10 лет и Аркадий 9 лет. «Лесной трактир» – это кулинарная настольная игра. Задача игроков – собирать различные ингредиенты и готовить из них блюда русской кухни, растягая печеные яблоки или осетр по-царски. Но настоящим шеф-поваром станет только один. В коробке «Игровое поле» 4 фишки героев, 40 жетонов игроков, 63 игровые карточки, кубик. Количество игроков от 2 до 4. Поехали. О, я могу сбитень приготовить. Сейчас положу на склад. И поставлю галочку. Олег, понравилась ли тебе игра? Да, очень. Она очень увлекательная. Можно позвать друзей и сыграть. Сможешь ли сам теперь что-нибудь приготовить в реальности? Ну да, могу. Я уже много чего могу. Пельмени могу приготовить. Макароны могу приготовить. Яйца могу приготовить. Какую оценку поставишь игре? 5. Я могу у вас сточить, проще говоря, одну карту. Нет, только у одного игрока. Какие блюда русской кухни ты узнала? Пельмени, студень, сбитень и растягай. Сама скажи, пожалуйста, можешь что-нибудь приготовить? Да. Что? Пирожки и пельмени. И блины, наверное. Вот это для меня прям открытие. Хорошо. Какую оценку поставишь? 5 с плюсом. Игра рассчитана на детей от 7 лет. В описании указано примерное время игры 30 минут. У нас с тремя игроками получилось гораздо дольше. Аркадий, чем тебе понравилась игра? Она увлекающая. Можно позвать друзей и вместе узнать блюда русской кухни. Расскажи, пожалуйста, какие новые блюда русской кухни ты узнала? Студень, сбитень, осетр по-царски и все. Хорошо. А сам что-то дома можешь приготовить? Я могу приготовить пельмени. Прямо от начала до конца? Да. Хорошо. Какую оценку поставишь игре от 1 до 5? 5 с плюсом. Редактор субтитров А.Семкин